Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Удивляться особо нечем. Перед нами видимое проявление правила, что невозможно обманывать всех и всегда. Лживость нынешних российских политиков всегда была данностью. Однако теперь она сочетается с видимыми ухудшениями положения значительной части населения, которое все сложнее убедить бесконечным враньем. Буквально недавнее заявление Путина о том, что заработная плата растет просто небывалыми темпами... Зарплата растет опережающими темпами быстрее, чем уровень производительности труда. Это с точки зрения экономики далеко не самый лучший показатель. Основанная на некой статистической информации, возможно в каких-то цифрах и может выглядеть обоснованной. Однако реальные люди не ощущают этого роста в своих совершенно реальных кошельках. А ежедневные сообщения о введении все новых оброков и податей, да еще и с принятым неоднозначным законом о повышении пенсионного возраста, хотя какая уж тут неоднозначность, где Путин банально предал тех, кому клялся не допускать такого события. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Пока речь идет лишь о внешних проявлениях усталости от нынешнего режима. Результаты выборов, опросы общественного мнения, они только маркируют нарастающее недовольство и ощущение людей, что их обманули. Пока это не опасно для кремлевского варья. Пока это лишь возможная угроза их положению. Технически есть способы развернуть ситуацию. От банальных репрессий до новой войны с кем угодно, внутренней или внешней. Пропаганда на готове. Нон-стоп идут зомби-шоу с основным посылом. Кругом враги. Осталось лишь указать направление, кто именно враг сегодня. Однако шоковые мероприятия для умирающего режима становятся все более опасными. Управление очевидно разрушено. Разные властные преступные группировки начинают вести свою собственную политику, хаотизируя процесс управления всей вертикалью. Никто не даст гарантий, что в момент, когда потребуется даже кратковременная мобилизация, вертикаль внезапно лопнет, как перегнивший арбуз. Кстати говоря, этим, по-видимому, объясняется и очередное сидение в кустах по поводу идущих прямо сейчас крайне тревожных событий в Ингушетии. Ваня! 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 В Федеральные каналы насмерть молчат о происходящем, однако сегодня даже Пескову пришлось выдавить из себя признание сложности происходящего. Он, как обычно, ушел от любого внятного ответа, сообщив, что федеральная власть внимательно наблюдает за происходящим, однако это можно расценить, и как признание того, что она не очень понимает, что ей в такой ситуации делать. При этом публичные карты передела территорий между Чечней и Ингушетией явно показывают, кто в этой ситуации хищник, а кто корм для него. Нужно вспомнить, что как раз здесь уже был процесс передела территорий между Северной Осетией и той же Ингушетией, и дело дошло до реальных боевых действий. Странно, что в аналогичной ситуации федеральная власть лишь наблюдает за происходящим. Дожидаясь, когда начнется стрельба, что ли? Развал управления идет по всем этажам. Страна приближается к распаду. Естественно, что на ощущательном уровне население начинает осознавать пока еще не оформившуюся, но вполне очевидную угрозу. Отсюда и падение рейтингов всех ранее недосягаемых небожителей. Кстати говоря, крайне тревожное падение рушится доверие к премьер-министру, олицетворящему внутреннюю политику. Ну здесь все как раз понятно. Ею никто не занимается. Но точно так же падают рейтинги и внешнеполитических персон, которые еще недавно засыпали себе в актив героические достижения на внешнеполитической арене, присоединение Крыма, интервенцию в Сирию. Теперь эти великие деяния перестают вызывать у людей интерес. Им становится все более важным, что происходит здесь и сейчас. Однако как раз с этим у нынешней власти нет ничего. Она может предложить только одно. Новые налоги и новое повышение цен абсолютно на все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова